хочу обратиться к россиянам которые нас смотрят интервью ваших солдат не покажут по федеральным каналам комментируйте ставьте лайки и распространяйте эти видео среди ваших знакомых и близких особенно в российских пабликах чтобы больше людей там в россии знали правду об этой войне как полное имя артур зовут давтян артур галанович давтян кто в семье было армяне отец отец армянин откуда сам родом донецк и донецкий проживал как попал на войну мобилизовали когда двадцать третьего прошла повестка матери 23 чего февраля 2022 года а 24 уже надо было явить на следующий день явился не думал отпечатать думал и но не надумал ну явиться одну смысл не срок получать лишний раз знаю думаю где я живу смысле срок за то что не явка и за срок 15 лет давали а ты знаешь кого-то кому дали 15 лет чего не знаю видишь потому что все говорят и боятся так же как и россияне то же самое например так называемых лонар донар все говорят срок 15 лет на никто в живую еще не видел что кого-то посадили может это слова может быть но факт того что было это рассказано хорошо дальше 24 явился и как все дальше развивалась как нас записали но на бумажке там в компьютер внесли все сказали сидеть сидите ожидайте посидели пару часов вот потом зашла женщина там где к которым мы находились назвала на фамилии встали типа на выход мы вышли уже возле этого стояли автобусы нас посадили туда расположили по автобусу и отправили новоазовск вот новоазовска мы тоже там приехали нас переодели там забрали гражданку дали зеленую форму пиксель там носки там трусы такой подавали котелок дали там ну все что надо да типа для прорывания в кого-то же жители посиделись там пару дней побыли буквально пару дней побыли и вечером нас вывезли в город таганрог россии до российской федерации там это же я побыл там получается сутки у нас первую часть моей группы отправили самолетом джанкой на вторую мужем тоже так же сам отправляли джанкой самолетами вот туда прилетели нас забрали со взлетки всех получается на машинах каких-то на микроавтобусах у кого газель у кого что было вот и поселили в школе в школе там уже джанкой мы поселились там но тоже пару дней мы пробыли и 2 марта я уже был на границе но с крым и харьков и херсонской области то есть это заходил через с крыма на херсонское направление на и когда взяли пен 26 октября 2022 года но взяли уже подблизи авдеевки это донецкого направления а сколько было на херсонском направлении до октября то есть и стоял в херсоне да не в херсоне а в херсонской именно области а где город каховка потом мелитопольская трасса и все потом нас нас там что-то скам комбат не поделился ну какими-то своими понятиями с командиром полка и нас отправили уже на донецкое направление а комбат и командир полка были россияне или нет командир полка был россияне а комбат днр а с кем вместе воевали вот так называемый днр и это россияне были регулярные войска я не знаю честно но как бы мы с ними не сильно общались нас в основном были все мобилизованы от пол был мобилизованы они но они начали больше никого там сколько платили не знаю я не получил вообще за год ничего ну а как было договорено но это все по слухам конечно с первым заплатить должны были заплатить 56 потом 76 потом выше и выше и выше и выше и выше то бишь как бы я не успел выехать получить деньги за этот нас должны были вывозить там некоторые ситуации не получилось мне выехать на за что жил на сухпай где именно жил там но год в украине вот на оккупированных территориях сухпай и все что было и деньги свои если что-то хотел купить семья есть дети сколько мальчик девочка две девочки сколько лет одной семь другой пять месяцев а обстоятельства как взяли в авдеевке обстоятельства такие что комбат наш вот он говорит типа они 25 числа вышли на бой какой-то даже не знаю я не выходил с ними и остался расположение вот они утром вышли вечером он вернулся один вот и так и так вы получаете оружие нас было семь человек там вы получаете оружие и типа 26 утром боевая задача на этом получится нет те кого эти подбили эту территорию надо будет закрепиться и передать там как твою радиостанцию все и утром 26 числа мы выехали на бмп нас было семь человек вот у меня была радиостанция карта и мы приехали туда на место на указанное вот начался минометный обстрел и все все погибли и не остался противоположной стороны тоже на получается противоположной посадки через поле перебегали еще но шесть человек наших двое далеко было 4 от 4 и в четверых уходила мина все остальные 200 вот и рядом со мной тоже разорвалась мина и получил контузию упал очнулся уже надо мной стоят все вот так вот весь мой и так и попал блин а до мобилизации чем занимался честным бизнесом то есть продуктовым магазинами купи-продай да типа не но продукты питания тоже на сколько зарабатывал месяц сегодня достаточно нормально ну то бишь для меня хватало на семью хватало отложить а до этого чем в органах внутренних дел служил украина и украины днр а до снас какая была органа внутри украине было помощник оперуполномочного это полиция правильно милиция милиция тогда еще было да и потом когда после четырнадцатого года перешел в органы тоже внутренних дел только уже водителем до дежурной части это же понижение еще лучше водитель а чем отличается водитель дежурной части и помощника пронумал чего она почему водитель дежурной части лучше учился в тот момент еще и должность помощника была занята я ждал пока надо освободиться и перевести дождался нету вот почему не сошел характера начали родил а учился где на несколько юридической института а при украине на первом курсе в четырнадцатом это был первый курс да ну да получается я начал в 13 только первый курс закончилась и и началась тогда все первый ворот и потом как бы закончил да ну да пять курсом да спартак какие у тебя есть украина днр и россии какими себя чувствуешь вообще человеком такое растяжимое понятие человек не могу сказать честно ну то есть вот я говорю более глубже вещах не могу ответить ну то есть там украинец россиянин или нет я не то и не другое армянин не знаю можно сказать армянин пускай будет армянина не пускай буду армянинами слушай но мы здесь не назначаем кем ты будешь вообще у тебя просто страх из какой-то ну там сказать кем себя чувствуешь женой говорил когда мобилизировали он сказал на иди же потом детям не было горе я живу все было заснуло на том что посадят я не хотел ломать же все детям и себе и жене если ты говоришь что чувствуешь себя человеком же воевал я даже не стрелял никого из 90 процентов те что донар и лонар они никто не стреляет ничего не знаю слава богу что ты хоть знал где заходил и куда ехал многие говорят что они не знали что и как если честно нас не обусловили что мы должны делать как мы должны делать нас собрали вот когда мы были в джанкой собрали за два-три или три часа выдали оружие сказали все вы едете туда все вас есть два часа на сборы поспать отдохнуть все остальное два или три часа мать украинка да грузинка мать грузинка отец армянин да но граждане украина а когда переехали в украину но родились мать в грузии отец в армении да познакомились здесь родился отец здесь но на украине родился в украине а а вот в тринадцатом году ходил на референдуме 14 год был я ходить еще в тот момент мы работали еще была милиция мы были там на референдуме но то что я знаю то что я видел то говорим так как есть много полицейских как бы а вы заработали кому на своей карьере ну не остается что я остался дома я написал рапорт на увольнение в тот момент и пока мне было отрабатывать ну до того момента как мне скажут что я уволен что это значит то есть то есть чтобы наши зрители понимали много полиции милиции еще тогдашней они поддержали вот этот весь сепаратизм потому что вот многие сидят здесь дончане уганчане и они говорят а почему не действовала милиции а я им отвечаю потому что многие из них поддержали многие может быть и поддержали но я нейтрально отношусь к этому а вот твое мнение ну вот сейчас в этом всем ну я говорю что не трогать меня я бы как бы жил спокойно и там и там и здесь живу спокойно я никуда не лезу ко мне никто не лезет я живу спокойно более как бы ну относительно это все поняв ну смотри этот аргумент был бы приемливый для меня если бы ты в самом деле никуда не лез но ты залез ты залез из джанкоя в украину нет джанкоя это украина все равно сперва ты стаганрога залез в крым который украина де юре де факто для мира может де факто он под российской оккупацией но де юре он украинский сперва ты залез в крым а потом полез ну как то так получается люблю это слово да вот в россиян взял получается ну так получается много личного состава на оккупированных территориях мелитополь каховка не знаю не видел ну я не видел ну как он там был и не видел да ну я видел только своих кем ты же там ездил двигался не достал на посту мне был пост все время весь год стоял на посту и все не весь но не весь год я знаю только за своих вас одну машину стояли все вот за мой пол у тебя высшее образование ты закончил юридическую академию и так далее за что воюет россия и в том числе ты с ними воевал можно объяснить как украинцы не могу объяснить воюет а землю на землю хотят да кто-то хочет земли может а зачем мне всегда что-то воюет якобы с америка говорят кто-то воюет с нацистами то бишь но определенно я не могу сказать кто за что воюет я воюет чисто но за то что себя нацисты ездить откуда нет я ни одного не встретил за все время сколько я здесь нахожусь ни одного еще не встретил а веришь что нацисты есть может быть и есть это был где-то бы но выезжал куда-то из донецка не вообще в жизни ну выезжал всю за свои 18 лет когда если так брать нас лет я провел в разъездах где был по соревнованиям участвовал по всему по всей украине а на западной украине был я мукачев и все да да ну дальше не доехал нацисты есть мукачев видел не не знаю может там еще боролся когда борьбой занимался нацистов стоять не еще ребенком был какие нацисты нацисты могли вырасти уже может стали нацистами или как я не знаю я не могу ответить на этот вопрос я не видел кого лично я не нацистов никого есть такие же люди как и там со стороны то есть какая идея войны со стороны россии непонятно да вообще я вот сам просто не понимаю то если они должны нас не утягивать отсюда не забирают эти вот так и зачем забирать вот поэтому смотри ты говоришь главное чтобы меня не трогали что я жил мирно нафига ты им ну давай логически помыслим не им я не нужен вообще теперь богу нужно забрали выходит для себя как пушечное мясо да большая часть чего хочешь в жизни я на спокойной жизни вырастить детей своих дать им нормальное будет как это реализовать успокоиться просто и все а в какой стране хочешь что-то сделать не могу вам ответить то какая будет так уж такое хочу сделать ваги имеет значение не имеет на вообще для меня нет может в этом есть проблема чтобы многие из этого региона для них не имеет значения флаг может может это самая большая проблему может а хочет человек может жить например без никакой идентификации и так далее сама идентификации не знаю почему так душа не может нашли показать что ты можешь что-то умеет нет нет я говорю как-то можно жить можно так жить думаю нет ну ты живешь то покажу у нас может жить человек тоже спокойно что что-то сказать украинцы хочу чтобы это все закончилось а как закончить это не ну я не могу это сказать потому что я же не могу решить это ну смотри ты же ты же я всего лишь маленький я всего лишь пешка в этой во всем смотри вот у тебя высшее образование да юридическое да юридическое вся система так построена что как бы кто джерелом влада люди конституции записано народ а ты говоришь что ты простая пешка ты честно рода я так объясню если допустим я встану еще 10 человек со мной встанет у нас это быстро все будет быть быстро прекратится если встанет если станет 10 человек станет а 40 не встанет и же разница есть я согласна заберут десятерых а их оттуда ты говоришь о том что станет там донецке и луганске то есть большинство будет дальше соглашаться с этим сюда почему так люди как стадо куда пастух повел туда и пошли а смотри а почему люди вышли на майдан тринадцатом году мы не нельзя назвать стадом можно 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 всех назвать потому что больше большое скопление но они вышли за то чтобы стоять там за то чтобы ничего не случилось да было правильно возможно не идея был а я сейчас спрашиваю а идея за какую воюет россия в том числе ты и так далее никто ничего назвать не может если я говорю о майдан я могу ответить какая там идея и все что там было да и почему люди пошли минимум вот и украинцы те которые попадают в плен я тоже думаю что они россиян отвечают почему они пошли может быть не знают уже там ним не могу мучить не защищает свою страну смотри ты как часть донецка-луганска по тебе есть ощущение вины того всего что случилось 14 года ощущение вины но как бы виноват в том что но не уехала остальное не знаю даже я ни в кого не страдал перед но перед людьми очист насчет этого никого не убивал за девочки у тебя еще маленькие до дочери но они когда-то буду спрашивать папа а гражданками какой страны мы являемся выжить бы нормальный вопрос вопрос я думаю когда начнут меня спрашивать об этом уже что-то поменяется и тогда я могу им ответить будут можно будет ответить ему нормально более внятно кем они являются гражданкой какой страны россиянам что-то хочешь сказать да чтоб закончили это все чтоб сели за стол переговоры поговорили но песко заявляло на этой неделе что она будет продолжаться я не знаю я не видел новости ну не могу сказать в принципе в политику не сильно влазил я стараюсь не смотреть неинтересно я нейтральный человек у тебя какой статус сейчас военнопленный причем у тебя такой статус у тебя юридическое образование Потому что я военнопленный. Потому что ты военнопленный. Правильно? То, что ты стал военнопленным, это значит, что ты часть политики? Возможно. Возможно? Ну, возможно. А может так и есть? Да, скорее всего. Ты говоришь, что ты не влазил политику? Саму именно политику я не влазил. Я не вдаюсь в подробности. Ты часть политики уже? То, что мы здесь разговариваем, я с тобой разговариваю по счастью политики. Мы все здесь политики. часть. Я нет. Вы нет, а я да. Все, кто здесь сидит, военнопленные, все часть. Мы же не часть небольшой какой-то политики, да? Но вы как бы самая ярко выраженная часть политики российской. Да. Если возвращаешься и снова призвут, вот скажут, уже не 15 лет, а 20. Я больше не пойду никуда. А что будешь делать? Не знаю. Что-нибудь. Отгрызу себе ногу. Еще что-нибудь. Но я больше не хочу. Не воевать, не оружие руками держать. Займусь чем-нибудь другим. Дам дочкам нормальное будущее где-нибудь. Какой-нибудь в глубинке там, в поселке каком-нибудь. Где они могут побегать просто свободно по улице. По двору погулять. Пойти к друзьям каким-нибудь. своим. А так, что у меня дети сидят у меня дома, не могут выйти никуда. Жена сидит дома, я тоже выйти не могу. Пиздец взрывается. Зачем нам не надо? Во двору детскую площадку пролетело. Разнесло ее в щепки. Ну, смысл куда-то идти гулять даже. Рынок каждый раз пролетает. Где живу? Кто виноват? Не могу сказать. Все виноваты. Все это кто? И там, и там. Все в чем-то виноваты. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...